Слава! 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 А мы здесь вот этот и задом? Весь этот, всем книжек, только деревянные. Если вы берете в системе... По пятишке, по пятишке скидочек. Лезовейка. Так, надо полеткой. А вот и донышко, да? А донышко можно посмотреть? Вот сетки на кафе. Вот сейчас. А вот я, ну... А как же сегодня положить, чтобы его посмотреть? Где бы, где бы? Вот это... Я в этот сезон проработал с ним. Ну, не с... Пластиковин? Очень понравились. Один минус. Вот это единственный минус. Маленький латаш. Его только на день. Для сбора? На каждый день, да? Ну, на день. Зависит не. Зависит от сбора. Моих условиях на день. Вот это полный подбор. Маленький, да. Маленький. Можно, конечно, его снять и вот так собирать. А как? Что получится? Оно полностью вытягивается, да? Да, да, да. Ну, вот сейчас у меня сейчас. Сейчас все вы меня стоят вот так. Ага. То есть я все получил. Ага. То есть я все получил. Вань, а скажи цена и размеры. Это оно получается полностью как дно, да? Это пластик очень крепкий, да. Это полностью дно. Размеры у них самые разные. У меня три комплектации такие на пасеке. Тут, ну, надо подбирать. Я вот это не помню, потому что у меня три разных. У меня корпуса 430 на 500. У меня размер. Ага. У меня некоторые днища вот тут вот по 5 миллиметров. Видишь? Ага. Выступает, да? То есть есть... Там размеры чуть-чуть, ну, играют сами от они. Вань, оно еще. Вот это значит вставляешь, они работают на пыльцу. Смотри, да. Вот мы поставили. Вот это пчелы ходят, привыкают сюда, летают. Завтра мы собрались собирать пыльцу. Вот так подняли и они пошли сюда. То есть пчелы привыкают. Если вообще надо убрать, вот сейчас я выбираю. Я вот так вытягиваю и все. То есть ты уезжаешь, ты можешь не открывать. Ты можешь вытягивать вот так сюда. Просто потом тут леток большой будет и получается. Так. А дышать она дышит тоже как сетчатая дно. Ну вот это все дышит, да? И трут уходит вот в эту штуку. Я думал, что будет мало. Я думал, что будет мало. У меня есть деревянный, я сделаю два таких. Полностью хватает. А пчела не пойдет сюда, не шла? Там одна пчела, что идет. Единичный случай. Не, есть. Ну, в некоторых уликах, что идет. Там мизер. Там ну... Ну, идет с польцом. Это тебе даже плюс будет больше польцы в семью заносить. Да. И сюда тоже трут пойдет. Ну, это надо брать, проверять. Их три комплектации. Это мы покупали в дом. И мы купили большую партию. Я себе на басеку взял, и Денис себе взял. А теперь Денис хочет частью продать. Там их штук 50. Это не то, что там коммерцы. Это излишки. Я не работаю. Мне понравились. Они очень крепкие. Ну, с лотком. Если... Ну, вот у меня сбор пульсов хороших, мне как раз надо. Если кто хочет на два-три дня, то чуть-чуть мало. Надо операторить. Ну... А два-три дня она проветривается будет, если не в лотке? Ну, вот еще. Лоток, он тоже получается... А, нет, ну он не лежит на этом. Видишь, он немножко... Играют в воднях гулять. У меня там, знаешь, какая ситуация? Есть пули где-то, да, что почему-то затекает. Вот один у меня почему-то затекает. И вроде бы нигде ничего нету, а затекает. У меня же безпальцевая. Угу. Кто это? Открываю, и тут стоит вода, вот тут. А, ну, тут сух. Вот такое. Да, водичка как раз получается. Она идичь. Если пыльца будет сюда сыпаться, вещи, она будет и прилипать, все, то ты лоток вытрустил с чистаной. Если повлажно будет, и именно без этого, то, конечно, наверное, будет. Но я не пробовал. Я вот на так вот смотрелся. Угу. У меня фотки... У меня видео снято, но я не показываю это. Ну, то есть не выставлять. Потому что... Ну, я воспринимаю это за рекламу. Штыки. Что не покажи рекламу. На любителя. У меня фотки есть, там оно, пыльцы, так много. Ну, хорошо. Они работают хорошо, проходим. Что классно, у меня же описи на весны. Проходимость большая. Больше как две описовских получается. Тут еще в описи часто, к концу сезона, они прополисуют там. Мы же прополисуем. Вот тут просто в описи неудобно чистить. Ну, там вот эти сборки. Ну, понятно. А тут вообще так стамеска. Вух, вух, вух. Я еще вот это сейчас осенью начал чистить. Прополисы, конечно, на них защищем. Ваня, и что за цена на нее на такое? Денис. Скажи мне, пожалуйста, цены по 500 гривен. 500 гривен, да? В турках продаются разные моделикации. Ну, это как их с Турцией доставить, я не знаю. Сань, ты же в ней в курсе дела, что... Просто больше объем, да? Тут 13 рамок, ладно. Если что дороже, больше в два раза. И что тут? Так, как и в твоей стекле. Так само, да. Все точно так само, да? Ну, штука хорошая. Ну, я тебе скажу, что отчей хватает тоже. Ну, в принципе, если не для великой, то, конечно... И как часто она надо? Ну, в принципе, раз в два года, может быть. Это за то, что, допустим, с кем-то пополам можно купить? Ну, ты же знаешь, я групповая. Да? Ну, и про меня, допустим, можно пополам ездить очень дешевле. 13 рамок за один раз, то есть на час работы. Ты заклав, сюда тоже капельная ставится бутылка, будем сказать, капельница, вода капает, будем сказать. Тут 13 рамок тебе за один раз перетопилось. Ты включил на час и пишу. А на рва где остается? Как она? То есть оно-то и отключилось. Не падает туда на сетку? Не-не-не. Воно на рамке держится. Минут десять прошло, даже я в руководстве видил, допустим, мешок раскрыл, рамку берешь клад, вытрустил туда все. И он все там чистый. А что тут съемное дно что-то там? Да-да-да, снимается. Там какой-то генератор? Да-да. Там сетка, короче, такая. Ну классно. Я сколько? Дешевсот рамок перетопил, напряженный, скажи. Да-да. И сейчас дело в том, что выбраковка была. Какая-то слава легкая. Давай так. Панорамка сразу выбраковка перетопила. Угу. То перетопили. Мы зру так не перетопили. Боишь на море и там, блин, чувакала, блин. Слышишь, Сань, а если она, допустим, в рамке мед, пыльца, оно куда все стекает? С воском, да? Да-да. И внизу... Текает, да. Ты можешь все-то забрать, например, усы, и отдать человеку. Ага. Понятно. Так, а это что, Саша? Это такой станок, как у тебя, да? Ну да. Тот, которым ты недоволен остался, да? И денег отдал за него немало, да? А вот эта, наверное, эта линия, наподобие, как вчера нам рассказывал, этот с экструдером, получается, с металлическим. Нет, там шнек пластик такой, да? Ну да. Шнек пластик. Ленина, наверное, националит уже скажется. Она уже замерзла, пускай, то не отдаёт. Что опасишь? Что тебе рассказать? Вот ты затылил Михаила Граченко. Да, пожалуйста. А вот хотелось спросить, Михаила Граченко, можно вопрос? Сройконит. Скажите, вот вы... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Миш, ну ты вот на Вчеркевском круге у нас здесь в Харькове первый раз, правда? Нет. Нет? Мыш, ты же сам же говорил, что мы с тобой встречались. Ну в Харькове именно здесь. А, здесь, да? Да, первый раз. Твои впечатления вообще? Ну просто, что ты можешь сказать? В трех словах. Ну как тебе сказать? Как есть. Как есть, как есть. Ты вообще человек громой. Тёплая, классная атмосфера. Мне нравится. Спасибо. Несмотря на то, что я проехал тысячу километров, я думаю, не я, не мой, я, ваев, не против. Спасибо. Вот есть мои, вот Андрей. Ну, классно, теплая атмосфера. Так что, ребята белорусы, приезжайте к нам. Мы будем рады вас видеть всегда. Вас-то много. Действительно, я рекомендую себя. Здесь вот атмосфера еще другая. Вот мы были, скажу честно, на... Мы были на Атлеславии, если честно, хотелось уехать уже после обеда. Ну, на теперешний момент, ну, и здесь мне нравится. Может, из-за счет того, что это близкородственная страна, ну, может, что кормится. Не, просто, Миш, пчеловоды Украины просто тебя любят. Не, ну... Я ж видел сегодня, у тебя куча людей, куча людей. Устал? Не то, что я устал, я всегда рад делиться им с вас. Спасибо. Люди чувствуют, может, это, я не знаю. Ну, не скрываю. Когда в Ютубе на своем канале, я не каждый могу сказать, потому что это стоит денег, а... Приличное общение, без проблем. Могу без проблем разбираться. Нам все нужно. Многие приходили, просто задавали вопросы, там, в тонкости. Вот, я рад с ними присоединиться всегда. Потому что я считаю, каждый должен человек делиться своими наработками, разработками. Прав он, не прав, он должен, имеет право высказать, обязан высказать. А под сколько оно? Вот есть уже книжка. А? 105 гривен. 105? Да. Так что, вот такие его дела. Еще раз спасибо от всех украинцев. Спасибо. Приезжайте к нам почаще. Спасибо. Будем стараться. Будут приглашать, я вот благодаря Денису ходил, наверное. Я всегда, перед тем как ехать, я спросил, есть смысл ехать или нет? Да, ну что ты туда боишь? А я Сашу, Сашу Пачечнику пообещал, что я приеду. Да, 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 было. А я людям рассказал. Многие приехали, где Миша? Спасибо, Мишка. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, что у вас есть новенького с ваших костюмчиков? С моих костюмов, вот для солидных мужчин, которые мне удобно работать в брюках, брюки падают, да? Вот было предложение, как бы просьба пчеловодам сделать полукомбинезон. Вот я попыталась сделать полукомбинезон, они у меня в сезоне, кто мне звонил больших размеров, очень были популярны, востребованы, удобный полукомбинезон. Это, я так понимаю, он под курточку одевается, да? Да, можно одеть, ну, работать вот, тоже вот футболку будем такую выпускать. Она только, я ее попробовала. Вот с футболкой, вот и летом можно, в принципе, работать. Полукомбинезон, вот, здесь карманы, два функциональных кармана, сзади карманы, вот, сзади карманы. Ну, в общем, для солидных мужчин это незаменимая вещь. Ну, мы же не стоим на месте, совершенства нет, так сказать, предела, да? Ну, вот мне удобно мне показать, вот это как бы наше, мое ноу-хау, потому что многие пчеловоды, ну, и знаю, например, на усы мужа стираю, усы на курточке, многие пчеловоды жалуются, что со временем пропадают липучки. Липучка, да. Вот как бы это такое слабое место, но я липучка-то не выпускаю, понимаете? Поэтому вот есть предложение, я вот этот комбинезон сделала, как бы новинка полная, карманы все на магнитах. А, вот так даже. Вот они на магнитах. Ну, да. Интересно вообще. Бланка тоже на магните. Здесь магнит сделан на стамеске поставлены. У кого стамеска металлическая и не нержавейка, он как бы, вы положите ее, ну, есть вариант ее и положите внутрь. Значит, на этом комбинезоне предусмотрены шлепки, да? Вы одели пояс, жарко, вы расстегнули до половины и будете дальше, как бы, отдыхать, находиться. Значит, такой вариант, вот, как бы, не с брюк, не просто заканчивается, как правило, резинкой. Я здесь поставила, как бы, сетку, да? Вот. И, как бы, вентиляция дополнительная. Ну, вот, все эти элементы можно использовать и для курточек. Вот, кому, ну, конечно, ценовая политика уже будет дороже. А дороже. Потому что сам по себе, только один магнит, вот, один магнитик, его половинка, да? Он стоит 3 гривны, а вместе уже 6, и здесь 10. Ну, понятно. Ну, и работа поставить, это все, как бы, тоже есть, как бы, дополнительная затрата времени. Вот, как бы, вот. Ну, для кого-то, наверное, хороший вариант будет, да? Да. Ну, вот, по желанию. На сайте будут идти новинки, можно будет заказать. Ну, любая комбинация из тех видов моделей, которые есть, они, как бы, может быть использованы. Кому только два кармана надо будет на магнитах, а другой, можно, как бы, налить. Интересное решение. Такое, как бы, предложение, да? Ну, интересное, вот, многие, как бы... Кстати, подойди ближе. Микрофон, подойди. Вот эта курточка, да? Подойди, Тепану, ближе, подойди. Как бы, просто, как бы, как бы, традиционная, но она, как бы, тоже не такая. Вот здесь, в этой курточке закрыта планка, закрыта. Замок закрыт планкой, потому что многие, как бы, пчеловоды носят ульи, там, ну, не было такого, что санхи там поломались. Ну, говорят, что может в воск попасть. Ну, этот вариант можно заказать, можно не заказать. Вот такая курточка стоит, вот, 52-го размера, ну, из вышивки, совсем эти, она стоит 800 гривен. Вот, ну, потому что, ну, а они, кто одел мою одежду, все прекрасно знают, приходят и говорят, что вот уже три сезона она работает. Да, 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 она работает. И... А, размеры 2-го? А? Размеры 2-го средней. На вас, ну, это, как бы, образец, я могу для вас подобрать другую. Можно изготовить и отправить любым перевозчикам, которые есть. Я с Днепропетровской областью, город Никополь, да. Вот, ну, вот это, в принципе, ну, и футболка у нас тоже, как бы, наш, новинка, мы просто ее только, как бы, получили ткань, успели вышить. Ну, она будет тоже недорогая, она, примерно, не стоит, это 150, и, ну, большого размера, 68, это будет 200 гривен, как бы, стоит. Ну, это тоже все у нас структуральное. А такие карманчики это у нас под что? Да, это карманчики под маркером, да. Просто я не пойму, я не пойму, но... Я замовлю, а я, чтобы, с примерками... А я, ну... А вы можете другой вариант, померить размер своих. На вас могу снять мерку, а вы мне позвоните, скажите, спасибо, Ваня Степанова, это мы нашли. И человек забывает о том, что... Давайте, я даже запоминаю, я посмотрю. Магнит так интересно, я, конечно... Это на липучке, да? Ну, да, это мы, как бы, на липучке сделали. Ну, этот вариант магнитов может быть использован везде, да. А вы хотите... Сразу примерка... Обмерка... И на ходу шить. Ну, отлично. Да, да, да. И ещё, как бы, вот... Мне не нравилось всегда, когда я вот... Эта... Стойку мы сделали усиленную тоже, вот. Она просто уже не сосладывается. Мы ещё поставили здесь... Пяно? Как называется... Или гаду. Элемент... Вот здесь есть расстояние между китовым усом и вот этим ветком валиком. И здесь она попадает маской, и она... Неужели... Свет... Сама по себе... А надпись у вас на... Можно тоже сделать? Ну, да, можно. Тут хоть нефу, но... Ну, интересно. Так, а по ващинке вопросы можно? Да, я... Условия обмена. 6 килограмм воска на 5 килограмм ващине. 5 килограмм ващине. Я понял. Это у нас уже готовая 145-ая, да? 145-ая. Размер. Облегчаем труд пчеловода. И чтоб не оставалась, да, полосочка, когда ее... Не полосочек, а пальчики чтоб не резали пчеловода. Очень часто не работают. А цена, если покупать? 170 килограмм ващине. 170 килограмм ващине. 850 грим. 850 грим пачечка. 850 грим пачечка. Понятно. Ну, ващинка этой культивались. Ващинка хорошая, нам понравилось. Отправляем в новой почте. Ну, в новой почте мы заказывали, получали. Довольные. Хорошо? Да. Отлично. Запакованная, хорошо была. Доехала, все целенькое. Все отлично. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич, вот вы в этом году приобрели линию. Как она называется, через кого покупали, если не секрет, и как она показалась в работе? Ну, я приобретал танкистовую линию подкачки меда с фирмы «Кониген», производства «Бенгрия». Через Шевченко Геннадия Владимировича. Он является официальным представителем этой фирмы в Украине. Кроме этой линии, там много было, есть оборотная раскатулка, вот, седоводки. Как показало себя, ну, на удивление очень хорошо. Я даже не ожидал такого цифра. Сразу же, без всякой наладки, настройки, соединили два болта, два хомута, и линия была готова к использовать. Единственное, мы поломали первые, там, не первые, ну, в первый день четыре рамки, ну, по своей неопытности, ну, по своей немножко неправильной использованию, как сказать. Когда разобрались, стали правильно использовать, работает отлично, распечатывает отлично, вот, откачивает отлично, перекачивает мед тоже отлично, вот. Очень доволен. Чувствуется, что оборудование, оборудование уже прошло, ну, многократную проверку. Оно уже проработано, подготовлено, ну, к использованию. Сказать, чтобы там что-то дорабатывать, как у нас выклип силоводы, там, напильник, дубила, вот. Абсолютно ничего не было. Все хорошо. Все хорошо работает. И качеством доволен. Даже ожидал лучшего качества. Потому что заказывали, наказывали, значит, эту линию смотрели только в ютубе, только в интернете. Вживую, вот, как сейчас, можно посмотреть некоторые процессы. Ну, не было возможности. Ну, понял. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! DimaTorzok 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 DimaTorzok